Всем привет! У нас будет последняя косметичка июня, первого летнего месяца. И я уже поставила продукты, которые я отобрала на эти 10 дней. База будет от Авелин, которую мы с вами смотрели уже. Она слегка зелененького цвета, хорошо увлажняет, выравнивает кожу. Также я буду пользоваться в качестве базы вот таким кремом. Это Honey Beauty. Такая белая, здесь есть SPF и хорошо тоже выравнивает текстуру кожи, немножко даже закрашивает. Вот тут у меня какой-то синяк, я вам сейчас на нем продемонстрирую. Не то, что совсем маскирует, но делает светлее. Хорошая тоже штука, очень она мне нравится. Много раз про нее рассказывала. Можно как самостоятельный крем, чуть напоминающий BB носить. И вот это вот под глаза, много раз тоже показывала. Хороший крем, тоже с Алиэкспресс. Это как консилер и выравнивающая база под глаза. Под тени будет вот такая база, вот Revolution Pro. То, что у меня было в той косметичке, видимо, то ли засохло, то ли быстро кончилось. Мне хватило на несколько раз праймера этого. А этот праймер выглядит как такая вот жиденькая, то ли водичка. На консилер не похож, это более жидкая текстура. Я вижу, тоже выравнивает кожу, блюрящим эффектом обладает. И она идет как увлажняющая, она даже здесь и заявлена, видите, гидрит. Я думаю, это под возрастную кожу тоже хорошо база подошла бы. Так как вот прям действительно выравнивает, выравнивает кожу. В качестве тональников у меня останется кое-что из старых. И я решила достать, попользоваться вот такой крем, корейский NAV. Здесь SPF 30, и так как сейчас все-таки лето, это наиболее актуально, чем зимой, решила им попользоваться. К тому же он темноватый, я уже загорела немного, и мне он сейчас прям вот идеально подходит. А в другие времена, зимой, например, он для меня темный, его надо как-то мудрить с ним. А сейчас ничего не надо делать, вот просто его один нанес и все. Он классный, он такой влажный, лицо делает сияющее, пахнет жасмином поначалу, потом этот аромат проходит. Он тоже блюрит, разглаживает кожу, видите, как здорово получается. Это самый светлый номер, 13-й, но все равно получается довольно темный. То есть его только летом, когда загорел, мне подходит. Хороший крем, большой объем, 100 мл. Очень вкусно жасмином пахнет. Вот здесь экстракт улитки в нем. В общем, я довольна кремом этим, и думаю, что сейчас он у меня будет в использовании. Ордеко сейчас приостановилась, осталось здесь вот сколько. Дело в том, что я думаю, что здесь нет SPF, и так как солнце сейчас сильно светит, я приостановила. Хотя уже много раз рассказывала, как мне нравится это средство. Но его можно и зимой использовать. Или, например, иногда, когда там солнышка сильного нет, или вечером, может быть, если я пойду во второй половине дня куда-то. А так, конечно, я хочу SPF, чтобы на мне был. Пострадала моя сова, любимая. Я в ней разбавляю крем, тоже им сейчас пользуюсь. Видите, осталось на дне буквально, вот до дна, вот я даже пальцем потрогала, до дна чуть-чуть. И он, наверное, ну не то, что светлый сейчас. Я его разбавляла, когда была я без загара. Ну, тоже неплохой оттенок, мне нравится. Здесь SPF есть, я добавляла крем специально SPF 15, правда, не 30. Но все равно нормально, можно пользоваться. Мы все-таки не в Африке живем, у нас довольно-таки климат не жаркий. Сова пострадала, я думаю, видите, у нее такая-то здесь трещина. Думаю, что это последняя разбавлялка, я ее выкину. Есть еще у меня корова. Кажется, такие плотные, на самом деле, видите, может дочку ранила, я не знаю. Кажется, плотные, на самом деле, нет. Здесь у меня пудра, матирующая остатки, вернее, от пудры Revolution. И я ей пользуюсь сейчас на Т-зону, потому что моя любимая от Wet n Wild, она очень сияющая и плохо матирует. Вот, приходится в жару добавлять вот эту. Здесь тоже уже, видите, остатки на дне. Пудра моя любимая, сияющая, она у меня разбилась. Я перебирала косметику недавно, она упала на пол, и вот все, что осталось от нее. Она очень хрупкая, да, я удивляюсь, как она ко мне с Beauty Bay не разбитая приехала. Я пользуюсь кистью, просто вот так притрагиваюсь и остатки дотрачу, потому что, ну, хорошее средство, зачем выкидывать. Вот она так осветляет немного. И накладывает, как будто фильтр какой-то на лицо. Хорошее средство. Не знаю, зачем я и говорю, в этом году сняли с производства. Я, девочки, иду за салфетками. Забуду салфетки взять. Так, что мы далее будем смотреть? Далее у меня здесь бронзер выскочил из моей косметички, объемный. И давайте мы его и посмотрим. Вот такой бронзер от Essence. Классное средство. Досталось за копейки мне из корзины. Это идет как хайлайтер, как бронзер можно. Вот такой золотой оттеночек. Скорее даже, наверное, хайлайтер или пудра хайлайтерная. Ну да, это вот что-то такое между бронзером и хайлайтером. Смотря как наносить можно. Чуть-чуть можно как топер наносить. Он еще вкусно пахнет, как-то пряником. Вообще обалденная, конечно, за 100 рублей досталось. Мне повезло. Из бронзеров у меня еще будет вот в такой палеточке. От Essence тоже я взяла палетку такую большую. Здесь будут вот такие бронзеры. Сияющие и несияющие. Два. Давайте сразу тогда румяна будем смотреть. И румяна тоже разный расцветок. И хайлайтер. Вот такой. Можно миксовать между собой, допустим, румяна. Хотя вот этот я бы не миксовала. Вот этот отдельно могла бы. Он идеальный. Светлый персик такой. Хорошая палеточка. Здесь мягкая текстура. Я помню, я брала со скидкой 50%. Тоже подружки, когда Essence стали выводить из ассортимента эту палетку. И для лица еще я отложила две палеточки Фаберлика. Теплую и холодную. Хочу ими попользоваться. Вот такие. Они похожи друг на друга. Здесь разные румяна. Они чуть-чуть отличаются хайлайтером. А так скульптуры, конечно, очень сильно похожи. Как это мы сейчас с вами холодную смотрим. Красиво. И тепленькую. Вот видите. Что одна, что вторая палетки очень хорошие. Я ими довольна цветами этими. И еще у меня будет для лица одна палеточка. Пришла ко мне с Алиэкспресс разбитая. Я думала, она уже не придет, потому что мне за нее деньги вернули. То есть у меня теперь две таких палетки получаются. Вот она расколотна, две части. Но внутри очень хорошее средство. Я думаю, пойдет в Project Pen. И я хочу ее просто добить, потому как она сломанная. Но здесь просто вот шикарный румяна и шикарный скульптур. Средство мягкое, пудровое. Волшебная палеточка, просто волшебная. Смотрите, какой хайлайтер. Рука темная, скульптора почти не видно уже. Вот загорела. Да, и румян не видно. Но на лице видно было, я когда показывала в каком-то ролике недавно. Если уж прям совсем сейчас не видно и ничего будет, то тогда она пойдет на осень. Потому что, да, действительно, здесь цвета светлые. И на сильный загар не подойдет. Мисс Лара. Но очень вам рекомендую. Палетка хорошая по качеству. Я ей прям довольна. Этой палеточкой. И что? Из румян еще только вот такие румяшки я отложила. От Кика. Красивая упаковка. Румяна спрессованные. Здесь 5 грамм. Но это, я так чувствую, на года. Потому что это из серии румян, которые вообще не заканчиваются. Спрессованные по типу, как у Буржуа знаменитые румяна. Вот такой оттенок красивый. Просто шикарная какая-то роза. Это сатиновая румяна. Смешанная с персиком. И называется вот так вот. 03 оттенок. Morning Kiss. Эти румяна называются. Я не знаю, может быть их уже нет в коллекции Укик. Они же выводят. Это лимитки. Может быть и даже и не купишь. Но там сейчас какая-то новая коллекция неплохая вышла у Кика. Так, теперь давайте палеточки посмотрим. Я взяла 3 палетки. Прошлая косметичка у меня состояла преимущественно из палеток Essence Города. Я именно пользовалась от души. В удовольствие. Хорошие палеточки. Нравилось. И теперь решила я взять свою старушку. Палеточку от Nabla. Вспомнила про нее. И прям захотела взять. Она, чем меня привлекла. Здесь матовые, которые я сейчас использую практически каждый день. Это вот такого плана. Они настолько шелковые. Я таких шелковых матовых не помню ни у кого. Просто трогаешь пальцем и балдеешь. И из матовых. Ну вот этот меня не очень волнует. Я не буду им сильно увлекаться. Я так понимаю, вот этим лавандовым. В основном вот такими я буду пользоваться. Очень красивые. Матовые, конечно. Смотрите, какие. И думаю, что я буду пользоваться так же вот этими оттенками. Вот такой вот розовый. Светлый этот в уголок глаза немножко приливается. Естественно, этот коричневый. Фиолетовый. Так, фиолетовый у меня смешался с остатками розового. Вот мы сейчас его посмотрим один, как он выглядит. Вот такой. Белый. Коричневый. Розовый. Здесь есть еще матовый коричневый. Очень красивый. Вот такой. И вот этот, как из хлопьев, топпер состоящий. Его растираешь, когда он на блестке разделяется. Сейчас посмотрим с вами. Вот такие цвета. Да, и матовые вот такие. Я что-то как-то сводчи разделила на две серии. Так. Еще красивая палеточка будет новая у меня. Вот Пэтмаград. Там такие блестки шикарные. Ваеристик Виксен. Это красота. Здесь оттенок золотого уходит в розовый. Тоже здорово так. Матовый. Это шиммер. И два самых наикрасивейших оттеночка. Куда она мог дать сюда? Ой, боже. Боже, боже. Да, красота. Девочки, ну это же невозможно. Смотрите. Это же невозможно. Вот такие вот опыт палетки шикарные, да? Ой. Сверкает просто вот. Я как кролик на удава. Я не могу оторвать глаз от такого сияния. Даже сводчи. С руки мне стирать жалко. Вы представляете, до чего дошло? Сейчас я все сводчи сотрую. У нас еще с вами одна палеточка будет впереди. И помадки будем смотреть. И всякую мелочевку. То, что я забываю обычно показывать, у меня лежит в органайзере в моем. Палетка последняя. Это не новиночка. Тоже почему-то вот сегодня собрала косметичку. Она мне на глаза попала. Думаю, что там торчит такое золотое. Я ее взяла в руки и говорю, хочу. Она мне подходит сейчас под мое настроение. То, как я крашусь. Вот такая палеточка. Здесь есть два глиттера. Но я не уверена, что я буду прям им пользоваться. Потому что они довольно крупные. Вот такие вот. Это, конечно, палетка сделана под худу. Под ее палеточку розовую. Не винют. Покой не давала. Долго всем. Вот именно это сочетание оттенков. С ума сводила нас и производители одновременно. Я эту палетку когда увидела, конечно, захотела купить. Матовые. Такие матовые. Так. Шиммер. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Раз. Три. Три. Четыре. Четыре шиммера. Еще какие. Раз. Шиммеры. Все, что ли? Да, здесь шиммеров, кстати, мало. Вот такой еще. Матовый. Вот такой. Да, мне вот эти матовые очень нравятся. Руки мокрые. Руки мокрые еще от салфеток. Ну, то есть, это палетка нюд. Такой коричневато-розовый нюд. Я думаю, это подходит многим. Я думаю, это подходит многим. Она такая неброская. Не очень яркая. Не очень яркая. Есть здесь база. То есть, типа консилера. Вот такая будет палетка. У шиммеров здесь нет каких-то прям конкретных сияшек. Ну, что-то, видите, пытались сделать. Мини-микро сияние есть. Конечно, не от PET. Ну, вот. Все равно, да? Здорово сияют. Есть еще китайская палетка. Аромас, по-моему, называется. Тоже она очень сильно похожа на эту. Но там глиттер мелко подстриженный. Мелкий-мелкий. Им прям здорово пользуются. Здесь крупноватый. Revolution крупноватый глиттер. Несмотря на то, что вот этот оттенок прям красивый. Золотые и розовые приливашки. Все равно это... Я считаю, это как-то грубовато. Вот прям крупный. Как-то не очень он, да? Смотрится, мне кажется. Но многие любят девочки. Все равно вот именно такой глиттер. Писали мне в комментариях, что нравится. И ни на что не применяю. Поэтому, ну, тут уже, как говорится, дело вкуса. Вся я в глиттере. Не знаю, когда же показывать вам помадки. Все. Мы практически с вами закончили. Давайте посмотрим на помады. И помадки у меня будут серийно. Я люблю выбирать сериями. Вот палетки города были. Как-то, когда пользуешься вот кучками, у тебя сразу впечатление. А вот эта палетка лучше, это хуже из этой серии. Потому что все равно качество разное. Так, и что? Я набрала помадок Revolution. Мне еще дочка помогала собирать. Говорит, мама, смотри, какие помады красивые, правда. Ну, у них действительно дизайн красивый. Содран у Мак. Здесь сиреневые, розовые оттенки. Ну, это пластмасса. Но хочется держать в руках. Вот действительно. Помады сами, я уже рассказывала, плотные, долгие такие. Но красивые. В красивых оттенках. Их, по-моему, вывели уже. Поэтому, девочки, давайте, чтобы не удлинять нам ролик, мы не будем номера смотреть. Просто будем помадки смотреть. Я думаю, их уже, наверное, нет на сайте. Я покупала за доллар с чем-то их. Эти помады. По-моему, евро 80, что ли, что-то так. Как-то так они стоили. Ну, то есть, такая халява. Вообще прям супер. И еще от Суффикс в такой же упаковке. Есть вот сироп. Помада эта тающая, влажная. Это совсем другая, конечно, текстура. Помада просто великолепная. Если где-то вы их увидите, берите. Качество отпад. Я покажу даже. Потому что, мало ли, может на других сайтах есть. И кейк оттенок. Тоже это от Суффикс. Видите, я просто вот провела один раз по руке. И уже сделала такой вот жирный свотч, который заполнил все без проплешин. А здесь надо катать. Эласт. Оттенок ласт. Это просто помада матовая. Она не похожа ни на вот эту линию, ни на СОВ. Она плотная, густая, но матовая такая. То есть, текстура у помады другая совсем. Оттенок красивый, ласт. Вот такой какой-то коралл нюдовый. Ее можно, если побледнее нанести, то она будет по-другому смотреться. Новая помада от Фаберлик в оттенке 40472. Новинка. Она какая-то немножко блестящая. Как бальзам. Не яркая. И помада от Революшн у меня будет с бабочкой, с кольцом. Вот такая тоже она. Матовая. Красивый оттенок. Вот такая. Еще я взяла китайские две помадки в красивом дизайне. Вот такие. Эта помада вот так выглядит. У меня рыженьких много. Я люблю ими пользоваться. Эта помада очень мягкая. Кремовая. Хорошее очень качество. И вторая помада тоже. Это бренд You Can Be. Девочки, если вы захотите искать вот такие вот красивые помадки в You Can Be, смотрите. Вот так называется бренд. Знаменитый, кстати. Хорошая косметика у них. А это уже матовая помада. Вот такая. Я брала, конечно, из-за дизайна. Очень дизайн привлекательный. Еще у меня останутся два блеска, но их я вам не буду показывать. Потому что я их вам обещала не показывать. Вот такие. Это то, что касается блесков. Для бровей у меня будет гель от Faberlic. Тушь для ресниц Vivienne с собой я продолжаю использовать. Также неизменные мои карандаши. Карандаш и фломастер Faberlic. Каждый раз показываю. Уже не буду больше сводчи делать. Надоело, наверное. Также продолжаю использовать вот такое вот средство. Это, ну скажем так, карандаш от Essence коричневый. Наношу на кисть, потому что толстая очень, и тонкую. И переношу на глаза. Можно делать стрелки, можно как карандаш использовать. Так, ну и подводка Vivienne с собой. Вот это вот шоколадный 0,3 оттеночек. Все, косметичка закончилась на этом. Я не буду вам в этот раз лаки показывать. Потому что они у меня такие же, как и были в прошлый раз, девочки. Вот, тут ничего нового. Это вы уже все у меня видели. Вы все это видели. Вот, а так остальное я вам все показала. То, что было. Я обратно сейчас буду сюда перекладывать. И вот это вот, то, что у нас с вами на столе. И пользоваться до следующей косметички. Все, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась моя косметичка. Я вам желаю хорошей погоды. Хорошенечко отдохнуть на выходных. И если у вас отпуск, тоже желаю хорошо отдохнуть. Мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.